Эхрана забрикадировалась, связались с Макаренковым, он обещал отправить людей, чтобы нам открыли ворота. Продолжается эпопея с попытками специалистов ЗАО совхоза имени Ленина получить доступ к канализационно-носносной станции, обслуживающей поселок. Так случилось, что территориально станция находится посреди земельного участка принадлежащего ИП Макаренков. Этот ИП Макаренков продолжает уже более месяца не пропускать через свой участок специалистов, обслуживающих КНС, тем самым угрожая возникновению чрезвычайной ситуации, которая может повлечь разлив фекалий и засорению ими окружающей среды. В этом случае воду во всем поселке придется отключить. Чтобы не допустить негативного развития ситуации, в ЗАО добились судебного запрета для ИП Макаренков. Теперь он не имеет права не пускать через свою территорию работников ЗАО. Но несмотря на решение суда, Макаренков делать это, видимо, не собирается. Обо всем по порядку. 13 октября 2020 года примерно в 10 часов утра московского времени специалисты ЗАО вместе с судебными приставами прибыли к воротам стоянки Макаренкова. На стуки в ворота охрана стоянки не реагировала, закрывшись внутри помещения. Судебные приставы связались с Дмитрием Макаренковым, который прибыл к стоянке примерно через час. Получив под роспись копию постановления об исполнительном производстве и копию исполнительного листа, Макаренков принялся активно вести консультации по телефону. Спустя некоторое время, пообещав приставам добровольно исполнить судебное постановление, дождавшись их уезда, Макаренков отказался пустить работников ЗАО на территорию. Он сказал, что якобы потерял ключи от ворот и пустит специалистов, как только их найдет. Сам он быстро ориентировался с места и на предложение запустить работников ЗАО через калитку ответил отказом. Запусти нас через калитку, мы завезем туда контейнера и будем чистить. Найдутся ключи, значит уже откроют ворота. Давай мы срежем замок, замок привезем, тут же и все будет так само. Такой же или даже побольше. Таким образом, судебное решение Макаренков не исполнил и продолжает фактически удерживать в заложниках жителей всего совхоза. Мы в свою очередь будем информировать наших подписчиков о развитии ситуации и рассказывать о ней в наших новых сюжетах. Напоминаем, что с вами был ТВ Совхоз. До новых встреч. Да, и не забывайте подписываться на наш канал. И оставляйте свои комментарии под этим видео. Хотим узнать, что вы об этом думаете. У нас сейчас ищут ключевой вушек. Отключить не можем, не знаю, охранник, не охранник и так далее. Вот поэтому как находим, подсвязываемся. За вами срежем замок, купим новый замок. Я тоже на ваше усмотрение. Все, спасибо, я занято. А мы через калитку, Дмитрий Артольевич, может без техники хотя бы зайдем через калитку. Ворота-то... В 8 утра был ключ? А в 10, в полодинского несколько часов. Шир, шир, шир!